Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Есть ли смысл ждать бывшую? 12 лет, в месте ссоры, драки, унижения в обе стороны. Был в разных ситуациях, в 10 лет она не работала, сидела с ребёнком, я её пилил за это. Последние 4 года жил у неё, последние полгода она вышла на работу и началось. Я расколстел и обленился, решил, что жизнь наладилась, и тут она начала отдаляться. Под Новый год заявил, что любит другого, выгнал он меня. Две недели ныл и унижался, к нему она жить не пойдёт с ребёнком и собаками, к ней он тоже не пойдёт. Я похудел, начал искать цель, занимаюсь саморазвитием, напишу и не вижу её, и могу так делать долго. Какая вероятность, что она уйдёт от любовника, если они видятся каждый день на работе, а встречаются с ним только на выходных, на полдня? Я не буду бегать и держу в игноре. И какие сроки? Нужна поддержка. Ребят. Ну, вообще, Влад, насколько я понимаю, мы, психологи, не занимаются вычислениями вероятности. Да? Этим занимаются, как мне кажется, в основном эзотерики. Поэтому, если вам нужна вероятность, то, пожалуйста, обращайтесь в свой раздел эзотерику, там вам помогут. Что касается смысла. На мой взгляд, вот ваш вопрос, есть ли смысл ждать бывшего, да? Вопрос стоит разделить на две части. Ждать кого-то, наверное, смысл нет. Потому что, ну, у человека может быть своя жизнь, и, скорее всего, именно с этим мужчиной, с кем она сейчас, она не будет, вместе долго. Но, не факт, и не факт, что она вернётся к вам. Поэтому, ждать, именно ждать, то есть, какую-то вот, такую пассивную позицию занимать, да, ждать, наверное, нет, наверное, не стоит. Но смысл, вот именно смысл, если мы говорим о смысле, да, смысл, смысл, он ведь у каждого свой. И для вас, может быть, есть смысл какой-то, если вы его видите сами, если вы его чувствуете, это смысл. Почему нет? Почему нет, если вы сами видите для себя в этом смысл? То есть, ну, как бы, я просто не думаю, не думаю, что, я не думаю просто, что, что мы можем вот так говорить о том, что касается wealth. Понимаете, как бы, я не думаю, что, вот, то, что касается вас, мы можем говорить об этом с позиции смысла. Я вот не думаю, я вот не думаю, я вот не думаю так. То, что, ну, хорошо, пусть этот смысл будет вам его, на мой взгляд, нужно поддерживать, вам нужно, на мой взгляд, ну, относиться к нему с уважением, потому что это, как бы, ваш смысл. Вот, и в этом плане, ну, не смотреть ни на кого, ни на кого, потому что смысл, он может быть только один, да, то есть смысл, он, ну, как бы, может быть только вашим и ничем большим. Вот, это если мы говорим непосредственно о смысле, если мы говорим. Другой вопрос, другой вопрос, что как-то вот, судя по вашему описанию, да, вы находились в таких крайне... Крайне зависимых отношениях, судя по тому, что я могу видеть. Вы находились в зависимых отношениях, в отношениях крайне деструктивных вы находились. Потому что взаимные унижения, потому что, вот, драки, ссоры и так далее. Это большая проблема. Связано это, как правило, с проблемой, ну, личных границ, с проблемой потребностей. То есть, вот, ну, как бы, у людей, да, есть вот, так скажем, ну, какие-то желания свои. И они люди, люди в смысле. А свои желания пытаются, ну, как бы, реализовывать через, вот, другого человека, когда это происходит, да, такой вот, получается, по сути, ну, взаимный костыль. Да, взаимные костыль получаются в этом смысле. Вот. И когда такое происходит, то, ну, и вот возникают такие трудности. То есть, вопрос в том, на мой взгляд, как вы будете жить, когда, ну, сойдетесь, если сойдетесь, то как вы будете жить? Вот. Там, там, ну, потому что, как бы, если проблемы не решить, например, ваши некоторые проблемы не решить, то все повторится просто. Все просто постарайтесь. Вот. И, как бы, а в этом смысле, ну, просто произойдет, как бы, ну, еще один разрыв, да, будет, то есть, будет еще одно разрыв. А, у вас, а, вот, будет еще одно разрыв. А, у вас, а, вот, будет еще одно разрыв. То есть, оно будет, в этом, в этом смысле, возможно, еще более, ну, драматичным, скажем так. Понимаете? Какая шпук. Вот. Поэтому, я бы, вот, наверное, как-то, ну, знаете, ну, поостерегся. Поостерегся. Ну, в этом смысле. Эм. Скажем так. Эм. Поостерегся бы. Именно сейчас. Эм. Сходиться. С девочкой. Эм. Не решив. Эм. Какую-то, какую-то, вот, свою проблематику. Скажем так. Эм. 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 Вы говорите о том, что, значит, вот, 10 лет она не работала, сидела с ребенком, я ее пилил. Как бы, как вы к этому относитесь сами, чтобы вы ее пилили? То есть, ну, вот, сами вы, как это мало? То есть, ну, сожалеете вы об этом не сожалеете. Как бы, понимаете ли, вы там, допустим, поступали, например, неправильно. или как ты, ну, или как ты, как ты, как ты еще, да, вот, потому что, если вы, ну, считаете, что поступали верно, что, что вам мешает начать, как бы, делать это снова, опять, вот, то есть, на мой взгляд, вот, на мой взгляд, вам, вам вообще ничего не мешает это делать, ну, в принципе, то же самое касается и того, что вы, вот, пишете, что, значит, я растолстел, обленился, решил, что жизнь наладовала, то есть, как бы здесь, здесь про что, здесь про какую-то, какую-то, какую-то вашу активность, да, здесь именно про какую-то вашу активность, связанную, вероятно, с тем, что, что вам тяжело, что вам, ну, как-то больно, что вы напряжены, вот, понимаете, как бы, то есть, это, опять же, про некую дефицит, дефицитность, мы здесь говорим, ну, в первую очередь, и вопрос заключается в том, готовы ли вы решать это, да, да, то есть, вот, готовы ли вы, ну, с этим работать, потому что, опять же, повторюсь, если ничего не менять, то смысла вам, ну, вот, на самом деле, ну, как бы, никакого нет, в том, чтобы ждать, там, человека, в том, чтобы расщупивать на, ну, ну, на, на отношения и так далее, вот, понимаете, да, какая шпука, поэтому я, я бы, ну, вот, конечно, обратил бы внимание, внимание на эти вещи, вот, обратил бы внимание, а, я именно, вот, на то, на то, да, ну, с чего хотите, вот, если для вас, вот, цены сейчас, вот, какие у вас приоритеты, вот, вы говорите, например, о том, о том, что, ну, занимаетесь саморазвитием, вот, и, на мой взгляд, очень важный момент заключается в том, а, какая цель, какая у вас цель, то есть, ну, вы занимаетесь саморазвитием, вот, для чего, понимаете, да, вот, дальше вы говорите, что я перед ней унижался и так далее, вот, то есть, ну, вот, выпишите, да, шпула, две недели ныл и унижался, вот, опять же, из какой позиции вы это делали? Я имею в виду, унижались, из какой позиции, вот, а, то есть, это, вот, ну, было связано с чем? С тем, что у вас к человеку чувство, что вы шипали и, может быть, шипаете до сих пор, что вы можете сделать ее счастливой, например, допустим, ну, к примеру. А, вот, или, может быть, может быть, ситуация, ну, какая-то другая, да, допустим, опять же. То есть, ну, может быть, вы как-то унижались там по каким-то вот другим причинам. А, вот, то есть, это тоже нужно выяснить. А, потом, потом, вы говорите, как бы, о том, ну, вот, что... Она, ну, значит, 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 встречается, там, с этим человеком, да, а что вы? Ну, как бы, вот, вы, да, перестали, перестали, по сути. Ну, как вот вы говорите, да, вы перестали, значит, ныть, перестали, ну, как бы ее уговаривать, да, условно говоря. Вот, опять же, из какого чувства вы перестали это делать? Вот это все непонятно, понимаете, тут много, много очень вопросов, и мне кажется, что если вы хотите как-то вот, ну, быть с ней, да, например, если вы хотите, ну, отношение, то вот, начать, да, заново, например, то нужно, ну, сначала, вот, разобраться в себе, чтобы не совершать ошибки. Вот вы говорите, что я похудел, начал искать цель заниматься саморазвитием. То есть вы начали жить для себя? Вы говорите, я не буду бегать и держу в игноре. И, опять же, есть ощущение, что, ну, что, по сути, вы, ну, приблигаете, вот, к манипуляции. Вот здесь. Это не очень хорошая история. Ну, если, опять же, мы говорим про построение, гармонизацию и, в общем-то, улучшение отношений. К отношениям имеет смысл подходить с позиции личной ответственности. Понимаете, да? То есть, как бы, личная ответственность. А, то, что вы описываете, это, ну, неприличная ответственность больше. А, естественно, у вас остались, ну, там, обиды, естественно, у вас осталась некая болезнь. Да-да. Вот. А, с человеком вы вместе были, ну, довольно долго. И, конечно, вам, ну, тяжело, вам трудно, вам больно. Вот. Это всё понятно. Само собой всё это. Ну, само собой всё это очевидно. Это чувство нужно прожить, чтобы они вас, чтобы они вас не травмировали, не тянули как-то назад. Вот. Их нужно прожить, ну, их нужно прожить. Это можно сделать с психологом. Вот. Потому что, ну, самому вам будет это сделать сложно. Самому вам это будет сделать нелегко. Как мне кажется. Конечно. Вот, наверное, ну, наверное, такой ответ я могу вам сейчас дать. С точки зрения психологии. Да? С точки зрения психотерапии. Вот. Вы говорите, что у вас ребёнок. Вы говорите, что вы вместе были 12 лет. Ну, попробуйте увидеть, что между вами общего. Что вас объединяет, что вас связывает. Есть ли между вами что-то общее сейчас. На данный момент. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Поймите. Русл 차�ки. permet домовгу�� будет г Cave- Into всклерAc. почему это не могу сделать. Что мы решили её неп deal. ТакYeah. Продолжение следует...